Каждый сезон стараюсь выращивать как можно больше зелени. И вот в прошлом году, вот на этой грядочке, после убранной старой клубники, когда она плодоносила, она была срублена, отправлена в компост. И на этом месте были посеяны различные сорта салатов. И в том числе еще две культуры. Это кервель ажурный и тмин аппетитный. И в прошлом году эти культуры никак себя не проявили. Ну не проявили и не проявили, беда небольшая. Однако ранней весной на этом месте, на этих рядках появились всходы. Присмотрелся и вот как раз эти культуры и начали всходить. Вот это кервель, судя по всему. Раньше эти культуры не выращивал, как-то не доводилось, поэтому могу ошибиться. Но предполагаю, что это кервель. Он зашел довольно рано и начинает активно расти. Сорвал несколько листиков, чтобы дома спокойно рассмотреть. И вот выглядят таким образом эти листики. Какого-то особенного запаха не заметил. Ну кервель, повторюсь, выращиваю впервые. Мне трудно судить, что это за культура. Но тем не менее, вот похоже это он и есть. Вот когда он разрастется, вот тогда посмотрю, что из себя представляет. Ну он еще, конечно, маленький. Листики еще совсем маленькие, растения маленькие. Но зато сейчас ранняя весна. Я надеюсь, уж до сезон-то он вырастет до нормальных размеров. Кдастся посмотреть, что это за культура. Это кервель ажурный. Очень интересно смотрятся у него листики. На втором рядочке, где в прошлом году был посеян тмин аппетитный, если я, конечно, не ошибся, тоже появились довольно активные всходы. Вот такие густые всходы. Выглядят они очень красиво, зелененькие. Некоторые, видимо, прошлогодние еще что ли, какие-то красного оттенка. Но в основном зелень такая яркая, сочная. Весь рядок растет довольно активно. Это несмотря на то, что прошлый год он никак себя не проявил. Возможно, произошла своеобразная стратификация. И вот сейчас, весной, появились вот эти вот росточки. Растет он довольно густо. Веточки, конечно, еще маленькие. Листики маленькие. Но выглядят довольно симпатично. Это растение выращивают тоже впервые. Поэтому остается только предположить, что этот тмин аппетитный. Во всяком случае, сел семена из пакетика с таким названием. Тоже несколько веточек сорвал. Вот такие интересные веточки. Обладают они очень сильным, очень приятным, пряным ароматом. В этих делах довольно слабо разбираюсь. Мне трудно так сказать, что это за запах. Но запах такой приятный, пряный. Чем-то отдаленно напоминает, может быть, кориандр. Кориандр-то я уже знаю хорошо, поскольку выращивал неоднократно. Но точно сказать, конечно, не могу. Но запах у него однозначно есть. Листики пока еще маленькие, зелененькие. Вот такие симпатичные. И, надеюсь, тоже, поскольку еще все лето впереди. Это растение разрастется. Посмотрю, что оно из себя представляет во взрослом виде. Несмотря на холодную погоду, эти растения взошли. И вот листики уже можно срывать. Но хотя они еще, конечно, маленькие. Вот эти два рядочка получились практически посевами под зиму. И взошли очень хорошо. Ну и, конечно, не удержался и прошелся, посмотрел, что же происходит с посевами уже этого сезона. Весна чрезвычайно холодная, дождливая. Очень холодно, ветрено, дождики постоянно льют, снег даже был. Но, тем не менее, некоторые культуры начали всходить. И, к моему удивлению и радости, первыми оказались, это, конечно, зеленые культуры. Вот это рядочек рукова Индау. Несмотря на то, что семена эти магазинные, взошли очень хорошо, очень дружно. Сеяли, как всегда, загущено. И всходы вполне нормальные. Ну, а на втором рядочке, вот рядышком, показались уже всходы. Это крест-салат витаминный. И рукола, и крест-салат, это магазинные семена. Ну, видно, что взошли они очень хорошо. Даже опередили мой любимый салатик кучерявец одесский. Тот пока еще только собирается всходить. Но уже тоже проклялывается. Здесь уже видно, вот уже довольно густо, довольно дружно эти культуры зашли. И это, несмотря на очень холодную погоду. Вот сегодня градусов 5 всего. Вот рядышком еще всходики. Ну, это салатик пробивается. Так что, несмотря на холода, природа берет свое. И зеленые культуры не подводят. И начинают уже расти. Ну, а когда придет, наконец, тепло, я думаю, они вообще проявят активность на максимуме. И порадуют хорошей, вкусной, сочной зелени.